МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среднюю нишу занимает между российской и премиум брендом. Где-то корейская резина сейчас достаточно на хорошем уровне. И где-то у нее средняя цена. При выборе резины в первую очередь обращаем внимание на срок ее изготовления. Товар должен быть свежим, а не хранившимся годами на складе. Свежая, например, производство было хотя бы 2016 года. Но не 2015, не 2014, не 2013. Потому что она уже высохла, и она быстро разрушится. И не будет соответствовать тем требованиям, которым бы хотелось. Следующий момент. Смотрим рисунок протектора. Есть направленная резина и асимметричная. Если покрышки направленные, то на них должна быть стрелка, которая указывает необходимое направление движения. Лучше брать ненаправленную резину. С чем это связано? Связано с тем, что ненаправленная резина более универсальная. И она как-то более ровно держит автомобиль на дороге. К ней меньше требований по характеристикам подвески. То есть она более такая стабильная. То есть направленная резина требует довольно-таки четких настроек подвески. То есть особенно схождение колес. Если что-то где-то ушло, то она очень хорошо реагирует на руль. И еще что касается рисунка протектора. Со временем производитель его меняет. Сначала выпускал резину с одним рисунком, сейчас с другим. Желательно выбирать товар с более свежим рельефом. Так в случае повреждения одного колеса вы легко найдете замену.